Я Алексей Ницца и сегодня расскажу о сервисе Reader.ru, с помощью которого можно создать электронную или бумажную книгу и разместить ее в онлайн-магазинах всего за несколько минут. Reader.ru – это электронная издательская платформа для независимых авторов, которая позволяет авторам любых жанров за несколько минут бесплатно превратить книгу из текстового файла в полноценную сверстанную электронную или бумажную книгу с последующим размещением ее в ведущих онлайн-магазинах, Озон, Литерайс и других. Цель платформы позволит авторам не зависеть от издательства и закрытой системы книжного распространения. Для начала необходимо зарегистрироваться, введя мейл и придумав пароль. В дальнейшем можно подключить аккаунты социальных сетей и входить через них. Сервис также содержит подробные видеоинструкции на русском языке. После регистрации я попадаю в свой профиль, где пока нет ни одной книги. Для создания новой книги я нажимаю на плюс и заполняю необходимую информацию о будущей книге – название данной автора. Далее я нажимаю «Добавить файл» и загружу со своего компьютера заранее подготовленный документ – рукопись будущей книги. Минусом этой платформы можно считать отсутствие подключения облачных сервисов, например, Dropbox или Google Drive. Нажав «Создать книгу», я через несколько мгновений вижу появившийся черновик, который теперь можно редактировать. В разделе «Текст» я могу редактировать стили текста по своему усмотрению, а также выбрать макет книги – своего рода шаблон с разными шрифтами и оформлением. После того, как я закончил работу по редактированию текста, нужно сохранить черновик. Важно отметить, что Reader.o предназначен для создания как электронных, так и бумажных книг, поэтому активных ссылок в тексте быть не может, и все они будут в виде сносок. Дальше я перейду в следующий раздел «Обложка», где можно загрузить заранее подготовленную обложку для книги или загрузить иллюстрацию и выбрать один из вариантов оформления. Я загружу иллюстрацию и выберу цвет и стиль оформления. Созданная обложка предназначена как для печатной версии книги, так и для электронной. Переходя в предпросмотр, я проверяю, все ли отображается правильно. В разделе «Публикация» необходимо заполнить информацию об авторе и добавить аннотацию к книге. После того, как вся информация заполнена, я могу скачать электронную книгу в формате ePub совершенно бесплатно. Другие же форматы платные. Также я могу заполнить информацию для публикации книги в интернет-магазинах или в печатной версии. Я сам указываю стоимость книги на свое усмотрение, и мне не нужно платить за печать книги. Расходы на печать будут включены в продажную стоимость книги. Важно также отметить, что сервис Reader.o предоставляет номер ISBN совершенно бесплатно. Мне также нужно заполнить небольшую анкету для определения возрастных ограничений будущей книги. Дальше книга уходит на модерацию и о результатах мне сообщат в электронном письме. Теперь я открою скачанную версию электронной книги и посмотрю, все ли отображается корректно. Как видим, все в порядке, неудобство лишь в том, что ссылки неактивные. Если вы все-таки собираетесь размещать книги в магазинах, необходимо заключить договор. Таким образом, платформа Reader.o дает возможность создавать электронную или печатную версию книги из вашей рукописи и размещать ее в интернет-магазинах. А электронную версию книги в ePub можно свободно скачать на свой компьютер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова